Здравствуйте, это Юлия Латынина и Станислав Белковский. Стас, привет. Привет, Юля, всем приветствую. С пропущенным тебя вторником. И тут вот я ни в коем случае не ерничаю, но тут вот я написала, что Белковский будет через минуту, мы опоздали на 4 минуты. Мне пишут, а сколько длится минут у Белковского? Ну вот... Векод длится день. Да, разумеется, и дольше векод день, как сказал Борис Леонидович Пастернах. И самое главное, что он сказал, потом и не кончаются объятия. Я надеюсь, что наши, пусть и заочные оплаты с аудиторией, никогда не кончатся. Ну вот я вспомнила другую цитату. У Бога один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. Второе Петра, если я не ошибаюсь. Видишь, какие у нас разные ассоциации? Я сам у себя никаких ассоциаций с Богом не вызываю. Ну вот ты нет. А у нашей аудитории да. Итак, Белковский, у которого одна минута длилась всего лишь 4, так что малое божество. Подписывайтесь, господа, на нас. Подписывайтесь, господа, на канал Белковского, который растет просто невероятными темпами. Аж завидки берут. Подписывайтесь на телеграм-канал, который ведет свой искусственный интеллект Белковского, пока еще не Илона Маска. Ширьте этот эфир, ставьте лайки. И, Стас, я, наверное, начну с истории, которая просто сейчас гремит, но только в ее начале. Это откровение, которое опубликовал Владимир Осечкин. Кулагу нет. Два, откровенно говоря, пьяных вагнеровца. Но это ничего не значит. Других вагнеровцев для нас у вас нет. Рассказывают о действительно страшнейших вещах, которые они делали в Украине. А поскольку они были в России, то их там уже нашли, как я понимаю, уже заставили приезжать, уже заставили отречься от части своих слов. Осечкин уже в ответ опубликовал видео, в которых они ему звонят и говорят, ой, и нас тут ищут, прижимают, заставляют отречься. Ты иди дальше до конца, ты не верь всему, о чем мы будем говорить. Мы хотим этим вставить за то, что все, что с нами делали, мы хотим рассказать. Как ты относишься ко всей этой истории? Веришь ли ты двум конкретным вещам, которые они говорили? Они много чего говорили. Но в том числе расстрел пятилетнего ребенка и канава гроф с несколькими десятками военнопленных и отказников, то есть российских военнослужащих, которые отказывались воевать, которые забросали гранатами. Я не могу этого исключать, поскольку это полностью соответствует этике ЧВК Вагнера, который рекламирует само ЧВК Евгений Викторович Пригожин, который недвусмысленно грозил смертью всем, кто не будет выполнять приказы по ЧВК Вагнера или попытается дезертировать. Он же говорил об этом сам. И, как говорит, сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Даже если здесь есть какие-то нестыковки и фактические несоответствия, утвердать, что это в принципе не могло быть, я бы не стал. Могло бы, конечно. Конечно, меня несколько смущает, что оба нетрезвых вагнеровцы находились в России, когда они давали интервью. Может быть, под влиянием алкоголя им казалось, что это совершенно безопасно, а потом, протрезвев, они поняли, что это не совсем так. Но, тем не менее, это могло быть. То есть, по всем счету, это соответствует репутации тех уважаемых партнеров, о которых идет речь. У меня два вопроса. Первый. Что ты думаешь о мотивах вагнеровцев? Этих двух конкретно, о заключенных. Я не вижу никаких мотивов, кроме финансовых, как это не смешно. Поскольку совершенно... Ну, то есть, если бы они хотели получить политическое убежище на Западе и стать беженцами-героями, они бы сначала убыли из России на Запад, чего они не сделали. Это очень понятный представитель, вполне понятного социального слоя, который действительно нуждается в деньгах. Может быть, там они что-то не получили от Вагнера, что им было обещано. Кстати, вот я отвлекусь на одну секунду, пока не забыл. Не, финансовый, в смысле, Осечкин им что-то обещал? Или Вагнер недоплатил? Ну, что-то такое могло произойти, фантазировать можно сколько угодно. Каких-то политических мотивов в их поведении я не вижу. Они не выглядят как люди, которые быть мотивированы политически или борьбой за свободу. Во всяком случае, тогда они должны были бы подумать о своей безопасности более тщательно, чем они это сделали в реальности. То есть их мотивы, мне кажется, более приземлёнными. Но, на мой взгляд, вся эта история, Осечкин господин Осечин анонсировал её как нечто, что может изменить судьбу Евгения Викторовича Пригожина. На мой взгляд, нет, оно не может изменить судьбу Евгения Викторовича Пригожина, поскольку, мне кажется, никто не удивлён. То есть всё описываемое вызывает любые эмоции, кроме удивления. Это да, я думаю, что эта судьба уже определена. У меня тогда к тебе второй вопрос. А как ты думаешь, почему Осечкин их не вывез из России? Это, мне кажется, прямо господин Осечкин. Я был бы слишком самонадеян, если бы стал отвечать на этот вопрос за него. Наверное, у него не было бы в этом необходимости. Опять же, применим твою любимую бритву Акама. Или, как говорила Роден, как делать скульптуру? Довётся камень, отсекается всё лишнее. Почему, наверное, раз не было необходимости, вот и не вывез. Ну ладно, просто я позволю себе... Если бы привезли на сотрудничество, наверное, он бы их вывез. А раз они так не сформулировали условия, то, кстати, не нужно было перенапрегаться, что называется. Ну, естественно, в этой истории могут быть подвохи. И сам фактор пребывания в России, что они решились на эти интервью, находясь в России, ставят определённые вопросы перед ними, перед нами и перед всеми. Но мы сейчас ответим на них в ряду сможет, поскольку для этого нужна дополнительная фактура, которую мы располагаем. Опять же, извиняюсь, но общёт из всей этой истории забегает вперёд, независимо от детства. То, что, ну да, так вполне могло быть, и это полностью соответствует духу и букве той невойны, которую сегодня Российская Федерация ведёт с Украиной, а не Кремля, обороняясь от коллективного врага в составе США, НАТО и Украины же. Так, у меня есть чисто технический вопрос к нашим слушателям. Всё ли у них хорошо со звуком, потому что я немножечко подквакиваешь. Это есть такое. Так что пишите, господа, есть ли у вас всё нормально. Другое дело, что, возможно, мы просто и не можем ничего сделать. Уж какой интернет есть, такой и раздаю. А пока не забывайте подписываться, не забывайте шерить и ставить лайки. И у меня ещё к тебе вот такой вопрос. Мне кажется, что всё, что... Вот я просто немножко знаю Владимира Осечкина, и я испытываю к нему величайшее уважение. И поскольку он делает очень много рискованных шагов и очень много работает с этой публикой, в отличие, допустим, от нас с тобой, ещё таких беленьких, чистеньких, которые... Он, в общем, хорошо понимает, с кем имеет дело. И мне кажется, что мы просто наблюдаем первый акт Мерлезонского балета. И что у Осечкина и по поводу этих людей, и по поводу всего, там, множество всего от задницы накоплено, что он будет выдавать по мере того, как Пригожин будет выдавать свою контрпропаганду. Тебе не кажется, что просто это... Вполне возможно, я всячески приветствую эти усилия, посмотрим. Кстати, когда был выдан ордер Международного уголовного суда, ордеры были выданы в отношении Владимира Ивановича Путина и Марии Львовой Беловой, кстати, до своей не помню её отчества, то это произвело большое впечатление на российскую бюрократию, как я выяснил, гораздо больше, чем можно было бы ожидать. Потому что в цепочке, которая вывозила украинских детей в РФ, людей довольно много. Это всевозможные федеральные чиновники самого разного уровня, включая Министерство просвещения, там, Росвоборнадзор, какие-то ещё социальные ведомства. И то, что детей вдруг начали возвращать, если ты обратил внимание, вдруг неожиданно выяснилось, что... Очень сильно обратил. Да, их начали возвращать, потому что многие чиновники реально испугались, что они разделят эту участь и получат ордер Международного уголовного суда. Я думаю, что если материалы госпоносечки найдут подтверждение, то это, опять же, будет очередным поводом для того, чтобы эти ордеры появились в отношении ещё определённой группы лиц, вовлечённых в руководство спецоперации Z на разных уровнях. Мы будем с интересом наблюдать за этим сериалом, как говорили разные известные люди. А, кстати, к вопросу о вывозе детей. Мы только что это обсуждали с Екатериной Шульман. Называлось это «Биополитика и некрополитика». И я уж, коль Сколь Теретта затронула, хочу вернуться к вопросу, потому что нам это с Екатериной Михайловной казалось неким таким мистическим частью. Вот зачем Путину дети? Ну, как бы он даже их не ест на завтрак. В какой-то степени ест, конечно, метафорически. Путин и дети – это вообще достаточно сложная психологическая тема и многогранная. Потому что отношение у него к детям, как и к родителям, достаточно болезненное. Для него, безусловно, сакрален статус отца, и он находится в перманентном поиске отца. А детей он воспринимает как собственность. Потому что ребёнка, в отличие от взрослого, можно научить ему с нуля. Его можно инсталлировать в своём отобеспечении. Именно поэтому, когда вот начинались законы о борьбе с ЛГБТ-пропагандой, я там говорил, что это запрет среди несовершеннолетних. Потом уже это стало среди всех. Но, так сказать, это уже стало на стадии спецоперации Z, когда все маски были сброшены. И стало понятно, что, опять же, гей-пропаганда, вообще-то всё, что связано с ЛГБТ-кво-плюс сообществом, для элит по-прежнему полностью разрешено. И гей-лобби от этого никак не страдает. А для всего многонационального РФ народа запрещено. Ну, это обычная практика российских элит на протяжении столетий. Всё, что... Все, что запрещено в России официально, всё разрешено элитам неофициально. И никто по этому поводу в элитах не страдает. Терзается угрозением и чего бы то ни было. Что у них ещё есть. Детей, да. Контроль над детьми является важнейшей частью вообще системы путинского контроля. Путин же контрол-фрик. И его идея контроля на ситуации, а контроль является важнейшим инструментом обеспечения главного, что для Путина существует, без физической безопасности. Путин же абсолютный фанат физической безопасности. Всё, что он делает в отношении себя, в отношении своих близких, в отношении страны, которую он, сождествляет собой, это гарантировать физическую безопасность. Всё остальное не важно. Не нужно ни развития, ничего. Это ключевые вопросы. В такой форме проявляется борьба со смертью. Идея которой Владимир Ильич Путин справиться не может. И вот дети – это что-то отдельное особо. Они должны полностью принадлежать ему безраздельно. Вот в этом смысле он как-то любит их странную любовь. При этом в этом можно убедиться на примере его собственных детей. Я бы не сказал, что их судьба очень легка. Потому что долгие годы они должны были отрицать своё родство с Владимиром Ильичем Путиным, носить чужие фамилии и даже отчество. Потом уже, когда они стали взрослыми, а перестали быть детьми, было позволено вдруг неожиданно стать тем, кем они родились. Но детство, я бы не сказал, что у них, несмотря на весь их комфорт, там, дольшее количество денег и всего прочего, что у них было, я бы не сказал, что для ребёнка, его неокрепшей психикой, так уж легко жить в условиях, когда тебе запрещено говорить, кто твой отец, вообще, кто твои родители и кто ты. При живом-то отце. И вообще находиться полностью в состоянии полной изоляции от общества, которое полно опасности. И эту изоляцию позволялось преодолеть только предстежениями совершеннолетия. Потому что ещё с первых месяцев правления Владимира Путина вокруг Кремля ходили все эти вещи, что Путин считает своих детей самым уязвимым звеном своей власти. Вот если их, условно говоря, похитят и будут от него чего-нибудь требовать, ему придётся сделать всё, что у него потребует. Поэтому его главная задача, чтобы с ними ничего не случилось в этом смысле. Вот мне кажется, что это представление, как он представление о самом себе распространяет на Россию, так и представление о своих детях он распространяет на всех детей. Вот как говорил Бармалей, опять же, культовый персонаж абсолютно в контексте обсуждаемой тематики, поскольку Корней Иван Чуковский, описав Бармалей и доктора Айболита, во многом предвосхитил африканский проект Владимира Путина и Евгения Пригожина «Маленькие дети не за что на свете, не хотите в Африку гулять». Так и здесь, что Бармалею не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких-маленьких-маленьких детей. Вот это Владимир Путин мог бы сказать про себя. Слушай, меня поразила фраза, которую ты сказал по поводу того, что Путин считал себя уязвимым через детей, а ты, я, конечно, понимаю, что не ты тот человек, которого надо спрашивать, а надо спрашивать об этом Путину, но всё-таки интересно, как ты это себя представлял? Он глава государства. Кто же это у него похитит детей? НАТО, боевые комары или кто? Чтобы заставить его что-то сделать. Давно ли в последний раз у глав государств похищали детей? В демократических странах это бывает не так часто, поскольку от демократического правителя не так много зависит, чтобы его шантажировать с помощью детей. Хотя есть немало сериалов, скажем так, и голливудских, и не только, где этот факт констатировался, что похищение детей достаточно распространённый сюжет. Но в авторитарной системе единоличной персоналистской власти от Путина зависит всё, и поэтому, во всём случае, я это знаю из нескольких источников, я никогда не переоцениваю достоверность информации, получаемой не из открытых источников. Вот когда Путин что-то публично сказал, да, ты можешь с этим работать. И он очень часто проговаривается публично о том, о чём многие премудры аналитики гадают столетиями, а что как же оно там, а он сам об этом рассказал, просто на это никто не обратил внимания. Это очень частая ситуация. Но тем не менее, из непубличных источников, да, об этом говорилось многое в первые годы его правления, и пока это подтверждается фактурой, как он прятал своих детей от общества, переименовал их, было запрещено, во всём случае, в официальном медиаобороте называть его дочерей его дочерьми. Картина с его остальными детьми тоже совершенно неясна. Она, так сказать, находится где-то в тумане и в дымке, с ними совершенно ничего не понятно. Женат Путин по-прежнему на России, как известно, жениться он не собирается, он не собирается отягощать себя никакими формальными узами отношений ни с кем. И это, в общем, подтверждает ту версию, которую мне рассказывали ещё где-то в 2001 году. А из тех вещей, которые Путин сказал, открытые, которых никто не заметил, и там он проговорился, что самое важное ты можешь привести к примеру? Ой, понадобится несколько программ для этого. Ну, начинаем с того, начинаем с детей, поскольку он всегда говорил о своём очень болезненном отношении к детям, что главное не трогать детей. Это у него переняли некоторые его подражатели, которые любят, ведь это принято в его кругу, так или иначе, говорить как Путин, его словечками, его оборотами, чтобы нравиться тем самым. Да, вот в какой-то момент Путин полюбил слово инклюзивный или субстантивный он полюбил слово. И все, и кремлёвские чиновники, как подорвы, начали говорить инклюзивный и субстантивный. Он очень любит слово перемалывать, поэтому все от Шайгуда пригожено вечно что-то перемалывают там на украинских фронтах. И никак иначе разберут и перемалывают. Ему очень нравится эта метафора. Точно так же вот Александр Григорьевич Лукашенко с каких-то времен говорил, что самое главное для него защитить детей, его собственных взрослых детей. Как он защищал психику своего мрачного сына Николая, которого он с измельства таскал в военном мундире, буквально по всяким встречам с высокопоставленными лицами и руководителями стран и народов, еще не будущим тогда международным изгоем. Это отдельный вопрос. Насколько, как это отразилось на психике его младшего сына. Ну вот, защитить детей, это по-путински. Вот все, что угодно, самое, когда они устроили с Путиным этот марш-бросок иракских беженцев через литовскую и польскую границы, то главная задача Александра Григорьевича Лукашенко, буквально со слезой в голосе, так как будто не все он это сам устроил, говорил, вот сейчас наша важнейшая задача накормить детей. Все не важно, все остальное не важно. Накормить детей. И вот это вот ни мармелада, ни шоколада маленьких детей Путин в таких выражениях о детях говорил много раз. Вот в частности, когда с этим законодательством о запрете ЛГБТКВ плюс пропаганды, он говорил, ну когда человек взрослый, уже с ним ничего не сделаешь. А когда ребенок, его надо всего этого ограждать. Что это значит? Что ребенок это объект бесконечной власти, к которой Путин и стремится. Бесконечной власти над физическим лицом. Но взрослому уже вот так не поуправляешь, потому что у него есть свои стереотипы, привычки, какое-то образование, воспитание. А у ребенка можно, мне кажется, я повторяю эту мысль, я уже говорил чуть выше в нашей программе, его можно шпиговать чем угодно. Именно поэтому Путин так озабочен сейчас образованием, учебникам истории, в котором будут рассказываться, как спецоперация, что спецоперация СД была затеяна, чтобы предотвратить войну против России. Россия живет в кольце врагов, и они нападают на нее. И биолаборатории и чумные сурки идут с монгольской территории миллионами, чтобы покусать россиян и устроить эту черную смерть и так далее, и так далее. Потому что вот-вот дети должны с молодых ногтей знать, где они находятся, в какой системе координат. И потом, когда они станут взрослыми, они уже давятся, это не смогут. Вот замысел Владимир Владимирович. Или, например, его отношение к публичности неоднократно проявлялось в его публичных же высказываниях. Его знаменитые фрази, сказанные, кажется, на саммите большой еще тогда восьмерки, пока РФ не исключили, в Гленн Иглсе, что даже под одной телекамерой голова отключается. Простите, это что говорит публичный политик? Мне все оказалось, я немало работал с публичными политиками, самым, правда, не будучи. Политик только начинает расцветать, когда на него нацелены телекамеры. Как раз, когда ему не уделяют медиа никакого внимания, тогда он как-то закисает и теряет всякие стимулы к жизни. У Путина ровно наоборот. Он должен что-то обсуждать и о чем-то говорить только в суши комнаты отдыха. А сейчас, как мы знаем, недавно из показаний сбежавшего инженера ФСО господина Каракулова еще и в каком-то бронированном кубе. Это прямо из «Мастера и Маргариты», он перечевал, который возит с ним. И, значит, он какие-то секретные обсуждения ведет только в этом кубе. Потому что только в этом кубе он полностью защищен от проникновения враждебных ему сил. А шапочка из фольги там есть? Ну, видимо, все-таки появляются большие шапочки из фольги. Знаешь, как была такая позднесоветская шутка, что главный персонаж картины Пикассо «Девочка на шаре» мужчина на кубе. Вот у нас мужчина в кубе в третьей степени. Шапочка из фольги это для плебеев, а у него целый куб из фольги. Да, конечно. Нет, и он же действительно в этом кубе из фольги он живет всю жизнь. Он награждает себя принудительно от той информации, которая ему не нравится. Он считает ее заведомо неправдой. В принципе, в этом ничего уникального путинского нет. Это логика мышления очень многих людей. Это вообще присуще человеку. Защищаться психологически от плохих новостей таким образом. Но именно поэтому он действительно не может сидеть в интернете. Потому что там очень много для него плохих новостей. У него есть папочки, которые приносят ему генералы, и про которых он говорит, что там за каждой подписью стоит генеральская карьера, которая может закончиться. Поскольку генерал, подписывающий справку, прекрасно знает, что в ней должно быть. В ней не должно быть ничего расстраивающего босса. То есть, естественно, этот генерал никогда не лишится должности в результате подачи этих папочек, потому что там нет плохих новостей. А если они есть, они обернуты так, что, в общем, все равно Владимир Владимирович самый умный, и он все равно всех переиграет, если не сразу, то в какой-то среднесрочной или долгосрочной перспективе. Поскольку по-прежнему Путин рассчитывает на свой бесконечный запас времени. Или вот когда Путин разводился с супругой Людмилой Александровной, они были в Кремлевском дворце съездов на балете, кажется, на Дон-Кихоте. Я могу ошибаться, это не важно. Вот они выходят к журналистам, подготовленным заранее, естественно, чтобы сообщить о разводе. Там находится первый канал, канал России, естественно, больше никого, никаких неконтролируемых лиц. И его спрашивают, Владимир Владимирович, а в чем причина развода с Людмилой Александровной? Это 2013 год. Причина развода в том, говорит Владимир Владимирович Путин, что моя деятельность президента предполагает максимальную публичность. И эта публичность, типа, помешала, я не помню точный формулер, помешала нашей семейной жизни. То есть он через 13 лет узнал, что публичность присуща президенту крупной страны. На самом деле нет. Это что означает с точки зрения психоанализа? Что вообще публичность – это плохо. От публичности все беды. И вот он даже развелся из-за публичности. А вот если бы его деятельность не предполагала максимальную публичность, а он бы не выходил из Куба своего, то никогда бы и не развелся с женой, действительно. Помещался бы с ней вместе в Кубе. Куб бы разрастался, дети, внуки. Но там бы он сохранил свою семью в целости и сохранности. Смотри, ты сказал, что одна из главных целей политики Путина – это обеспечение собственной физической безопасности. И вот мы на днях, то есть сегодня, видели, как Путин, кстати говоря, после того, как произошла утечка документов американских, в которых, в частности, видно, что американцы наблюдают за каждым шагом российских военных и указывают, в частности, украинским военным, предупреждают их о том, что российские военные вот сейчас вот здесь вот нанесут удар, то есть буквально видят все. И вот нам рассказывают, что Путин посетил Крым, посетил Геническ, в общем, короче говоря, проявил чудеса храбрости и подверг свою собственную безопасность суровым испытанием. Мало того, что мог какой-нибудь там микроб завестись, страшно сказать, так там же могли американцы предупредить украинцев и прилетел бы какая-нибудь Нептун или Гром или что может прилететь. Ты по-прежнему считаешь, что у Путина нет двойника? Ну, я не могу это точно знать или не знать. Скажем так, я не очень верю, что людей, знающих это много. Но, опять же, исходя из анализа психологии Владимира Владимировича Путина, я должен признаться, что всегда, когда я применял к этому опеку метод психоанализа, я, как правило, не ошибался. А вот когда я применял какой-нибудь политический, экономический анализ, все прочее, я не редко ошибался, потому что его действия далеко не всегда соответствовали его же объективным политическим или экономическим интересам. Потому что человек деструктивен достаточно, в том числе по отношению к себе самому. И если этого не принимать во внимание, то вот не надо думать, что человек всегда делает то, что ему выгодно. Зачастую делает то, что ему совершенно невыгодно, просто его взгляд на этот предмет не соответствует позиции внешнего, среднестатистического внешнего наблюдателя. Я считаю, что человек такой мнительный и подозрительный, который видит во всем бытии риски и угрозы, не может позволить иметь двойников. Это очень рискованно. Именно поэтому я считаю, что у него нет, хотя, естественно, я не могу это утверждать. Если кто-то щупал его двойников своими пальцами, и кто-то их видел в прямую, пусть он выйдет в твой эфир или какой-нибудь любой другой и об этом скажет. Пока, кстати, ни одного такого заявления я не видел о наличии двойников от людей, которым можно было бы доверять. Ну, ясно, что люди, которые это знают, досконально побаиваются, если они находятся в России. Но все-таки есть многие поставленные лица очень высокого уровня, которые давно не находятся в России, могли бы что-нибудь по этому поводу сказать. Они нам не говорят в этом поводу ничего. Все эти слухи и утечки обычно происходят как-то анонимно и не в тех источниках, которых следовало сильно доверять. Но да, он съездил в, как называют, село Счастливцево на Арабатской стрелке, да, то место, где он был. Формально это Херсонская область, но фактически это Крым. Юридически это геонический район Херсонской области в 130 километрах линии фронта, а на же линии соприкосновения. Я думаю, что американцы на сегодняшний день, возвращаясь к прямому вопросу, являются главными гарантами его безопасности. Они, бессловно, могут достать его не только в селе Счастливцево. Я не знаю, был ли избран от поселённый пункт всего своего характерного названия, типа на удачу, для этой поездки или по каким-то другим причинам, или он как-то особо безопасен. Но американцы не обязательно должны достать его в селе Счастливцево. Если они всё знают, то значит, они могут достать его в разных других местах с помощью каких-то своих сверточных инструментов. Но мне представляется, американцы совершенно не заинтересованы в физической ликвидации российского вождя. Это не входит в их план. И поэтому они не будут наводить украинцев на эту мысль и на эту цель. Ведь даже они не заинтересованы в ликвидации генералов уровня Герасимова. Ведь в своё время было достаточно развернуто обсуждение в минувшем 2022 году, что украинцы могли ликвидировать Герасимова, начальника генштаба вооружённых сил РЭП. Но американцы уговорили их этого не делать. Или что-то так. Может, там есть какие-то детали версии, которые я сейчас не учитываю, но примерно так. Да, потому что американцы не хотят переходить определённых граней, потому что их роль глобального модератора не предполагает того, что Путин не обязательно должен быть до конца уничтожен. Помним, как поступили с Адамом Хусейном в 1991 году. И, в общем, всё было потом ничего и неплохо. Потом Садама Хусейна зачистили окончательно, и это продлил куда больший хаос, чем решение уровня 1995 года. Ну, вообще, продлил определённый хаос, которому американцам приходится разгреваться по сей день. Поэтому мне не кажется, что они собираются идти до конца в физическом уничтожении российского правителя. И в этом смысле он должен на них Богу молиться в рамках своей религиозности, ну, я не знаю, как выглядит её взаимоотношение с Богом, но они явно не христианские, потому что христианин не может так переживать за свою физическую безопасность, поскольку он прекрасно знает, что ни один голос не упадёт в головы безволи Божией, это равный в обратной степени. Как ты в кубы не прячься и не сиди в бункерах, и как ты не спи в криокамере с целью пролонгации своей физической жизни, всё равно твой час и день настанет тогда, когда это известно только ему. Ну, всё-таки я бы хотела обратить внимание, я тоже не склонна ко всяким конспирологическим теориям, но всё-таки по мере того, как вот у нас Путин, который появляется в Кремле и послов принимает на расстоянии пушечного выстрела, ведёт себя по одному, а Путин генически и мариупольски ведёт себя немножечко по-другому и здоровается с командующими за руку и так далее, то вот создаётся впечатление, знаешь, как Артемида Ефесская была одна, а Артемида где-нибудь в другом месте была совершенно другая, даже изображалась по-другому. Вот Путин кремлёвский и Путин генический, они как-то немножко по-разному ведут себя. Так что вот два разных аватара одного и того же верховного российского божества, они тут что-то по-разному направляются. Кремлёв послание встречается с враждебными ему людьми, у которых большой негативный энергетический заряд там же вокруг Путина изучаются все эти энергетические воздействия людей человека на человека, что если ты кого-то не любишь... Ну-ка, ну-ка с этого момента подробно. Ну как? Если ты кого-то не любишь, то от тебя исходит негативная энергия, направленная на объект твоей нелюбви. Там стоят представители недружеских стран, они Путина не любят. Естественно, от энергетического воздействия этих людей вождян уже всячески оградится. В селе Счастливцево таких людей нет, там все Путина любят. К тому же прошли карантин, они там привиты и перепририты. И в общем от них такой угрозы не исходит. А какая угроза исходит от посланий дружеской страны, черт его знает. Может быть, он поужинал специальным мясом чумного сурка, прибывшего из Монголии, чтобы потом надышать на Путина и заразить его чумой. Это все я вот не шучу. Ну, естественно, про чумного сурка я шучу, но принципиально поход к репрограммам не такой. Стоп-стоп. А когда в начале войны Путин за 15-метровым столом встречался с Шойгой, с Герасимовым и с Лавровым, это они тоже, значит, в этот момент излучали негативное энергетическое поле? Не под подозрением, но это же специальные приборы для изучения энергетического поля человека. Они есть, на самом деле. Я не утверждаю, что это все. Я не утверждаю. Нет, ты не утверждаешь, что он работает, но утверждаешь, что им пользуется Путин. Вот если можно, расскажи про эту историю. Это просто я не... Такой прибор показывает, какой уровень поля у человека и какой уровень позитивного и негативного воздействия, каким типом энергии он заражен. Потому что, ну, Сергей Кужугет Шойгу может убить Путина как угодно, может, он встречался с какими-то плохими людьми, они наделили его негативной энергетикой и через него транслируют негативные импульсы Вадима Владимировича. И там еще размер поля какой. Я забыл, в каких цифрах это измеряется, к сожалению. Но вот если поле маленькое, то ты не достигаешь объекта. А если у тебя большое поле, ты накачан кем-нибудь экстрасенсом непосредственно, то поле большое, ты можешь достичь объекта и вообще его контрапортировать, если у тебя есть такая задача. Без всякой тыбокерки. Одним полем. Без всякой. Абсолютно. Абсолютно. Или просто там есть страшные яды. Есть страшные яды, правильно? Вот действительно, ты там условно, так сказать, через рукопожатие передается. Ты принял страшный яд, пожал руку Владимиру Владимировичу, потом ты принял антидот, и с тебя взятки гладкие, а Владимир Владимирович, страна останется без своего бессменного лидера. С этим шутить не приходится. Поэтому, естественно, сидеть за километром, стоять на почительном расстоянии от послов недружеских стран, а даже и дружеских, потому что они ведь лохи эти все построят. Можно же легко развести и что-нибудь в темную там им стучить, такое, с помощью чего можно Владимиру Владимировичу Путину тоже, как нанести ему непоправимый ущерб. Поэтому с этими расстояниями не шутят. Царица Парисатида, желая отравить свою как-то невестку, да, ну, то есть жену царя, соответственно, взяла ножичек, намазала одну половинку ножичка, одно лезвие ядом, и этим ножичком разрезала птичку рентак и поднесла половинку, ну, та, которая была намазана ядом, соответственно, своей невестке, как нам описывает, если я не ошибаюсь, это у Геродота. Слушай, а сколько стоит такой чудесный прибор, кто его производит, Ковальчук, Ротенберг, и сколько они на нем зарабатывают? Это предмет отдельного расследования, я не могу ответить на эти вопросы. Это приборы эксклюзивные. Мы переходим к... Например, вот есть специалист, который изучает помещение, найдется помещение. Ты можешь пригласить его к сетчоку, он тебя рассматривает с помощью... Нет, ну, фэн-шуй все-таки это нечто иное, это расположение, да, как здание расположено там по сторонам света и так далее. А здесь человек приходит к тебе с каким-то специальным агрегатом, и вот он говорит, например, что у тебя под кроватью злые духи скопились, поэтому ее надо немедленно переставить. Вот у Владимира Супуфа, знаете, эта технология, безусловно, активно задействуется для обеспечения его физической безопасности и долголетия. Слушай, я все гадала, когда видела этот 15-метровый стол, с которого Су-35 может взлететь. Я думала, это он от табакерки или это он от бекроба. А он, оказывается, от энергетического поля. Ты меня просто сразила тем напрочь. Ну, от бекроба тоже, потому что совершенно непонятно, там всего можно ожидать. Ведь это то, что они носятся... Да, солидный путинский человек, видный представитель путинской элиты, его окружение, всегда носятся с той темой, которая близка вождю. Никогда не выбираются для муссирования, обсуждения, обработки темы, к которым может не тяготееть. Если все тот же, например, Михаил Ковальчук, который мы с тобой обсуждали в прошлом году в этой программе, считает, что главная опасность исходит от биологических лабораторий, которых США и союзники строят по периметру РФ, то, значит, безусловно, так считает и вождь. Значит, главной опасностью исходит именно она биотехнологическая, не ядерная война. Вот отсюда все эти гигантские столы, потому что биотехнология, эта наука умеет много гитин. Сейчас в мире созданы такие страшные орудия биотехнологии, вот эта там, какая-то слюна на тебя упадет, и все, конец тебе абсолютный. Почему вот так носятся они с этими биолабораториями США? Ну, хорошо, что же эти биолаборатории-то будут делать? Вот, допустим, они где-то там находятся, в Киргизии, и все, вот ответ на этот вопрос был. Энергетические поля, сурков, чумных сурков с энергетическими полями. Это все, что угодно. Прогресс достиг такого уровня, как правильно замечал патриарх Кирилл Гундяев на днях, что нужно, так сказать, перестать поклоняться прогрессу. Отчасти я с ним согласен, смотря что мы... Не надо обожествлять прогресс, вот я бы так сказал. Это не значит, что это... Идите, остановите прогресс, как сказал Малевич Крученок. Остановить его невозможно. Его не надо обожествлять. Здесь Гундяевым я согласен, если он это имеет в виду. Но он думает, что имеет в виду не это, а именно то, что вот эти научно-технологические достижения могут быть использованы для покушения на святого. На святое, прошу прощения. Он думает, что надо обожествлять нести. Ну, он же сказал, что он не получал никогда приказов от Владимира Владимировича Путина. Это довольно странное для представителя независимой церкви заявление, что так можно было? Опять, а зачем ему приказы, когда он не сам знает, что делать в любой момент? Винтик систему. О приказах. Мы переходим к следующему большому разделу, который я хотела с тобой обсудить. Это доносы. И, может быть, даже начнем не совсем с доносов, а с конкретных двух вещей. Первый – 25 лет Владимиру Карамарзя. И, насколько я понимаю, там чуть ли не затевается новое дело против Навального. Что ты по всему этому поводу скажешь? В случае Владимира Владимировича Кормурзы, а если спрашивать меня, субъективное мое мнение, то я считаю его самым талантливым, условно, российским оппозиционером в его поколении. Но главной причины 25 лет все-таки нет. Это личная месть. Потому что действительно некоторое количество людей пострадало от его деятельности после создания и заполнения списка Магнитского. И не случайно делали... Включая судью. Да, не случайно это дело и передали такому судье. Типично по-путински. Почему Владимир Владимирович Путин в свое время сделал председателем конституционного суда РФ Валерий Дмитриевич Зоркин? Потому что именно Валерий Дмитриевич Зоркин Ельцинскую конституцию ненавидит. Она воплощает для него и унижение его 1993-го и нескольких последующих лет. Она принималась на руинах политической карьеры Зоркина, которая тогда считалась законченной. Потом, впрочем, выяснилось, что это далеко не так. Поскольку Ельцин не Путин, восстать из пепла и возобновить большую карьеру и в том числе и Зоркина. Да, но, конечно, для изнасилования конституции нужен был именно Зоркин, потому что он делает это не за страх, а за совесть. Он сам считает необходимым растоплять эту конституцию и унизить ее, формально сохранить. Поэтому, конечно, делал Корморзе Младшего отдали тому самому судье, который имел максимум личного мотива насолить с Володей. И этот судья, поэтому даже для порядка, как это у них принято, не скинул хотя бы годик-другой, а впаял те самые 25 лет, который просил в прокуратуру. Что касается Алексея Анатольевича Навального, да, я думаю, что после того, как выяснилось, что госпожа Дарья Трепова, взорвавшая военкора Владлена Татарского, сделала это под влиянием Ивана Жданова и Леонида Волкова, кажется, с их призывами к насилию. Их энергетических полей. Да, да, да. То уже стало ясно, куда идет дело. Дело, где-то объявление ВБК Торрестической организации и объявление соответствующего объявления, видимо, основателя ВБК Навального. А как ты считаешь, какие есть шансы на обмен Карамурзы, обмен Гершковича, обмен Навального? Я думаю, что эти шансы не равны нулю, как минимум. Владимир Карамурза британский гражданин, уже поэтому это может учитываться, то есть Британия может его просить на обмен. Навальный не какой гражданин, кроме как российский, но Владимир Путин это устроил бы все равно, на самом деле, как ни смешно, потому что он же и не хотел, чтобы Навальный приезжал, и все-таки предупреждал, что приезжать не надо. Ну, Алексей Анатольевич не внял этим предупреждением, не сделал, принял то решение, которое принял, но для Путина удобнее отправить таких наиболее ярких оппозиционеров на Запад, заклеймив их иностранными шпионами, потому что если их обменяли иностранные государства, то ясно, что они прямые агенты иностранного влияния, и места им по российской политике больше нет и не может быть. Это для него более комфортный сценарий, чем убить просто человека в тюрьме. В контакте его не очень смущает, если кто-то из пассионеров умрет в тюрьме, потому что, снявши голову, по волосам не плачут. После 24 февраля минувшего года и после всех перемен и в российской политической системе, и во внешней политике уже нет такого кошмара, который качественно изменил бы репутацию Владимира Путина на Западе и в отношении с Западом. Его просто не существует. Тем более, естественно, уважаемые западные партнеры прежде всего заботятся об интересах своих стран в взаимодействии с Россией, а не о судьбах российской оппозиции. Я думаю, что такие российские оппозиционеры, как Алексей Навальный, смотрят на это дело вполне реалистично. У них иллюзии нет. Но на обмен возможен. Вот Маргарита Симонна Симоньян, один из ведущих кремлевских пропагандистов, заявила, что можно и всех обвинять над Джулиана Ассенджа. Я не верю. Это реалистичность такого сценария, но это было бы хорошо. Ассендж находится в Лондоне, в лондонской тюрьме Белл-Марш. И, так сказать, почему ему избил Марш как Эдварду Сноудену не приехать в Российскую Федерацию, действительно, не продолжить здесь свою деятельность по разоблачению западных элит. Причем Маргарита Симонна с марского плеча просто предложила всех обвинять Верховича и Кармазуи Навального на одного-единственного Ассенджа. Нет, такого не будет, конечно. Но там же много. Обменный фонд с той стороны тоже немаленький, включая таких бизнесменов, недалеких, не слишком далеких от Кремля, типа Владислава Клюшина, который считался, как минимум, формальным создателем и инвесторам телеграм-канала «Незыгорь», например. Все это входит в холдинг Алексея Алексеевича Громова, первого замруховителя администрации президента. Ну, господин Клюшин там был важной величиной так или иначе, пусть и не первого порядка. Там еще есть несколько киберпреступников, в части которых связаны родственными узами с российскими политиками, депутатами Государственной Думы. Есть провалившиеся нелегалы, вот последние в Словении, а до этого джентльмен с бразильским паспортом, который пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд. Тем самым, еще раз подчеркнув, насколько российское чиновничество опасается этого Международного уголовного суда. Это все, они не индифферентны. Именно поэтому, опять же, возвращаемся к тезису о том, что они вдруг как-то стали возвращать детей в Украину, чтобы замять вопрос, а как же была построена вся система похищения детей в Украине, в которой вовлечены не только два человека, уже получившие ордера, много-много кто. И в администрации президента, и в правительственных структурах, и так далее. Да, поэтому обменный фонд есть. Я считаю, что, конечно, было бы очень хорошо, если бы Икора Мурзуи и Навального обменяли. Ну, насчет СНЖ я тоже как-то совсем не думала. Но я действительно думала, во-первых, о российских шпионах, которых, судя по всему, немало. А во-вторых, еще о некотором количестве людей, которые уже просто сейчас сидят на Западе, в частности, знаменитые берлинские убийцы на велосипеде. Там, насколько я понимаю, ну, по крайней мере, если говорить об этих обменах, то это, по крайней мере, повышает шанс того, что Навальный и Крамурзу останутся в живых, потому что, ну, как бы, нельзя менять, если человека нет. А там Путин, может быть, заинтересован в некоторых обменах. Конечно, хотя система разболтана настолько, что безопасность господ Навального и Крамурзу Путин гарантировать на сегодняшний день не может. То есть вероятность эксцесса исполнителя неподконтрольного Кремлю тоже не равна нулю. К сожалению. Ну, собственно, как я уже сказала, я продекларировала, что очень хочу поговорить с тобой о доносах, потому что, ну, на наших глазах Россия превращается, ну, уже в реальный цифровой гулаг. Мы забыли поговорить о повестках, но, собственно, об этом говорили всю неделю столько, что если тебе есть что добавить, то welcome, но вроде как уже все все добавили. А вот меня интересует этот феномен, что опять в России обнаружилось гигантское число доносчиков, которые некоторые из них, не то, чтобы каждый человек, оказывается, пишет по одному доносу, а оказывается, просто есть люди, которые пишут десятки, сотни и даже тысячи, и рассматривают это как свой гражданский долг. Хотя само слово донос, я обращаю ваше внимание, в России имеет абсолютно такую отрицательную коннотацию, то есть доносчик, доносчика ненавидят, доносчика презирают. Ничего подобного слову доносчик в английском просто нету. Есть информант. Информант – это человек, который, ну, конечно, он снич, он стулпиджен, но он сообщает о криминальном преступлении. Его не любят подиты. А так он информант. А вот слово «доносчик» в России просто доносчиков ненавидит. Это с одной стороны. А с другой стороны, нигде, кроме как в России, но и в других целитарных странах, ну, например, там, штазе в Германии, не было института социального доносчиков. Его просто не было как института людей, которые закладывают других людей в политической части. И вот оно появилось. Есть ли у тебя что-нибудь по этому поводу сказать мудрое? Надеюсь, что есть. Кстати, донос вообще был на протяжении человеческой истории объектом изучения многих мыслителей. Я далеко не фанат философа Александра Александровича Зиновьева, к которому я отношусь, скорее, с некоторого не в целом, но как раз именно в изучении теории доноса он продвинулся достаточно неплохо. И некоторые соображения по этому поводу заслуживают внимания. Донос – это реализация человеческой воли к власти. Одна из форм. Вот так человек приходит к власти для себя. Он решает судьбы других. Вот недавно было интервью в газете МК с одной дамой, которая написала более 700 доносов на самых разных людей. Ее спрашивают, а чем вы были мотивированы? И дама говорит, я мотивированный тем, что с тех пор, как возникают скандалы по моим доносам, о чем она писала донос? О том, что люди приходили в эфиры медиа иноагентов. Иноагентов. Типа дождя, например. И как только возникает скандал из моего доноса, значит, люди начинают бояться ходить в эфиры СМИ иноагентов, и дождь остается без качественной экспертизы или другие медиа, которые тоже относятся к этому пулу со звездочкой. И вот тем самым, говорит эта дама имени, которую я не запомнил, ни из пренебрежения к ней, не дай бог, а просто как-то, в отличие от известной задницы, у меня голова не резиновая. Вот так я, собственно, ухудшаю условия работы медиа иноагентов. Что она хочет сказать тем самым? Вот я власть. Ну что? Я простой человек, и я управляю собственной стороной. Вот из-за меня дождь решится экспертов. Это круто? Я могу этим хвастаться? Я могу чувствовать себя великой после этого? Могу. Безусловно. Потому что вообще стремление решать судьбы других людей, оно заложено в человеческом бессознательном, поскольку человек движимый гордыни всегда хочет уподобиться как-то Господу Богу, даже не отдаваясь в этом отчет. Если он именно движимый гордыни, а не полным пониманием смирения и своего соответствия жизненному заданию. А еще дьявол решает судьбы людей. Да. Ну, тут, скажете, дьявол же обезьяна Бога, как известно, разумеется. Поэтому вот хочется очень вот казнить и миловать и чувствовать себя царем и Богом. И донос – это вот форма, которая формирует твой гормональный фон, очень позитивно, это сознание того, что ты имеешь право, можешь казнить и миловать. Конечно, некоторая часть доноса связана с какими-то очень прагматичными интересами мелкими. Ну, там, подсидеть начальник, конкурент, подмежать должность, там, заграбатывать, ну, как при Сталине, сколько заграбатывать квартиру, там, от первого доноса. Но это все-таки мотивы второго и третьего порядков, и они далеко не всегда реализуются в доносе, потому что большая часть доносов, как показывает их изучение, не имеет никакой практической пользы и не несут тому, кто их пишет. Доносчик левещет на совершенно незнакомого ему человека, а проблем которого у доносчика ничего не прибавляется. И вот мы уже ответили на вопрос, о чем это делается. Это реализуется тем самым и сознательно более власти. Ну, как-то, да, население участвует в государстве либо посредством выборов, либо посредством доносов. Скажи мне вот что... Мы 50... А, нет, мы 45 минут в эфире. Попрошу, господа, не забывайте на нас подписываться и ширить, и ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал Станислава Белгоскова, который можно найти по ссылке в описании, ссылке в описании этого видео. А тогда у меня действительно, наверное, последний вопрос по поводу построения цифрового ГУЛАГа и, в частности, рассылания этих замечательных повесток. Мы с тобой на прошлой неделе об этом не говорили. А как ты думаешь, потому что у нас не было эфира, как ты думаешь, почему именно сейчас вот этот вот жареный петух клюнул и потребовалось с такой невероятной скоростью этот закон принимать, и что это говорит об ожидании Герасимова относительно фронта? Закон здесь, как всякое российское законодательство, оно не предназначено для тотального, а для выборочного применения. Если надо будет, то применим. Это совершенно не обязательно означает, что прямо сейчас там нужно будет мобилизовать 500 тысяч человек. Понадобиться мобилизовать. Главное, держать ситуацию под контролем, чтобы когда эти люди понадобятся, их можно было быстро забыть. Это может понадобиться сейчас, может быть потом, потому что в любом случае с точки зрения ситуации на украинских фронтах для Кремля приоритет это не дать возможности Украине создать существенный численный перевес в живой силе в процессе украинского контрнаступления, которое все-таки когда-нибудь стучится. Посмотрим, когда. Многие утечки на эту тему скорее, на мой взгляд, относятся к дезинформационной характер, чтобы всех сбить с толку, и поэтому пока мы не можем этим самым толком судить, как должна она начнется. Но это законодательство становится часть более общего проекта, более обширного, который в том числе есть предмет стратегического партнерства Российской Федерации и уважаемых китайских товарищей. Это именно цифровой ГУЛАГ. Здесь, где и философия и технология, которые в известной степени заимствуются УКНС. Как мы представляете, это и было одним из предметов визита председателя Си Цзиньпина в Москву в минувшем месяце, и в том числе обсуждение с главным цифровизатором и топ-менеджером всех процессов цифровизации цифрового ГУЛАГа, в частности, Михаил Маладимович Мишуцкий, премьер-министр МРФ. То есть человеку будет присваиваться социальный капитал по китайской модели, и в зависимости от социального капитала, от тех или иных параметров, Кремль сможет, власть сможет лишать его каких-то гражданских прав или, наоборот, наделять правами. До ночи-то будет большой социальный капитал. Это же как Кремль решит, что будет учитываться в этом социальном капитале. Это, так сказать, в том числе, если ты не стоишь на учете в инкомате и не являешься по повестке, все, ты, значит, лишаешься гражданских прав. Еще может быть много всего. Например, с помощью цифрового ГУЛАГа можно узнать, за кого ты голосовал на выборах. Например, и, соответственно, если ты голосовал за того, кого надо, ты хороший, хотя там уже на выборах, наоборот, не останется никого, кроме кремлевских, откровенно кремлевских партий и политиков, а там голосовал не за тебя плохой, а за то, как социальный капитал уменьшается. Или, так сказать, ты позволил себе где-нибудь зафиксировано, что ты в публичном месте ругал президента и критиковал спецоперацию Z и призывал к ее прекращению, как Евгений Викторович Пригожин в своей недавней программной статье. Все, идет тебе в минус. То есть, главный человек должен быть абсолютно как на ладони у власти, и власть всегда должна понимать, что с ним делать. Насколько человек опасен на него, неструктивен, чего от него можно ожидать, как его можно использовать в тех или иных проектах в власти. И вот история с законодательством о системе мобилизационного развертывания, как назвал его председатель Думского комитета по обороне генерал Картопулов, это только составная часть своего ГУЛАГа в целом. Тут здесь, как раз, китайский опыт Кремля очень нужен и будет востребован в полном объеме. Так, это ты закончил? Да, пока да. Я могу что-то уточнить, если здесь дополнительный вопрос. Нет, тогда, поскольку мы уже потихонечку завершаем, ну, мы так и не успели поговорить о несчастном Джеки Тешейра, но я думаю, что это еще сериал затянется тоже на много недель, поэтому мы будем наблюдать. Но у меня тогда последний важный вопрос. Вот мы начали практически с Пригожина, и давай закончим Пригожиным и двумя, кстати, совместим. Первое. Вот когда я читала эти, соответственно, эти пентагоновские утечки, я читала некоторую их часть, естественно, не всю, но в оригинале, меня поразило, как часто там следят за Пригожиным, там действительно очень внимательно следят не за Пригожиным, а за Вагнером. То есть, что они делают в Малии, что они пытаются покупать в Турции, если кто-нибудь из них пытается устроиться на работу в Гаите немедленно, значит, тоже идёт сообщение, что вот тут что-то в Гаите завелось, или вот тут президент Кот-де-Вуар боится, что у него чего-то такое случится. Или там вот это, во-первых, удивляет, не удивило ли тебя, что так внимательно просто вот одна из главных целей, одна из важных целей следят за Вагнером, а вторая, как ты, собственно, переводишь эту Пригожинскую статью, потому что мне она показалась, хватит сворачивать на фронте, потому что у меня людей не хватает уже, а мне ещё лучше давайте, пустите меня олигархов в России делить. Вот я её перевела так, а как её перевёл ты? Это будет последний, не маленький вопрос. Да, Евгений Пригожин, лишь бы день начинался и кончался с тобой, Евгений Викторович Пригожин, условно, очень крупный политик наших времен. И он достаточно продуктивен в ряде своих действий. Неважно, какой ценой они обходят, с каких человеческих ржат. В конце концов, мы с тобой родились в стране, где цена человеческой жизни никогда не была слишком велика. Но всё же при этом, надо отметить, она была значительно выше, чем в Китае. Поэтому нам ещё есть куда расти, точнее падать в этом вопросе. Не в 37-м году. Да, да, ну в основном, в среднем... И не во время голодомора. Да. Поэтому человеческие жертвы никого не смущают. Это не аргумент. Как раз хорошо, если можно завалить трупами, это нормальный, абсолютно с точки зрения традиционной российской системы власти, решение вопроса. Этого ресурса у нас завались. Можно его использовать как угодно. Евгений Викторович, в Африке он достиг достаточно существенных результатов. Всё-таки он отчасти контролирует Центрально-Африканскую республику. Кажется, он причастен к... Я сейчас не могу это утверждать, чтобы он меня не засудил. Ну, говорят, что он причастен во многих открытых источниках, в том числе весьма солидных, авторитетных. Эта информация содержится о его касательстве к государственному перевороту в Буркина-Фасо в минувшем году. Потому что он достаточно эффективно плетёт интриги в Мали, выводя эту страну из орбиты влияния традиционного нашего партнёра Франции и переводят в собственную орбиту влияния. При этом он открыто и публично ругается с российскими, федеральными ведомствами, включая МИД. Извини, я тебя на секундочку перебью, потому что вот как раз в пентагоновских файлах в том числе говорится, что нынешний так называемый президент Мали готов выступить фронтменом и закупить для вагнеровцев оружие у Турции. Цитата закончена. Извини. Ставка. Да, вполне возможно. А почему нет? Если они имеют существенное влияние на этого президента Мали, почему бы им через Мали не закупить так оружие? Недавно была официальная информация, опять же, я публиковал в «Ол-стрит-джернаве», даже направлял запрос, Господину Пригожину о том, что он готовит военный перевод в чаде. И Евгений Викторович не отвечал «нет». Он отвечал уклончиво по известному анекдоту. Так, готовят в чаду, что-то там он такой. Судане, он весьма активен. Ведутся огромные там нелегальные разработки и добыча полезных ископаемых, которые используются в интересах Господина Пригожиной, в том числе для закупок вооружений. Поэтому, а что бы ему... Насколько я понимаю, мне так показалось, суммирую, опять же, информацию из разных открытых, но вполне солидных источников. При том, что готовилось определенной провокацией в Косово с участием кругов близких чувака Вагнера. Ведь господин Пригожин занимался вербовкой наемников в Сербии, на что получил жесткую отповедь от Александра Вучича, президента Сербии. Потом эта вербовка закончилась. Но у меня сложилось впечатление, что они хотели там устроить некую заваруку в Косово с помощью этих наемников, с тем, чтобы сделать примирение Сербии с Косово совершенно невозможно. Такую небольшую... И отвлечет Украину. Да, да, да. Ну, чтобы еще в Европе возник один вооруженный конфликт, чтобы Сербия уже не двигалась в Евросоюз, а случилось бы что-то ужасное, что полностью остановило бы ее на этом пути, она и бросилась сильно назад в объятия Российской Федерации. Лично Вагнер. Поэтому Пригожин – это большая фигура в сегодняшних дней. Это очень крупный человек. Кроме того, будучи уже де-факто публичным политиком номер два, он качественно отличается от публичного политика номер один. Путина тем, что он очень любит публичность. А Путина ее очень не любит. И в этом, безусловно, Пригожинское преимущество. Пригожин, как и в воде, чувствует себя в информационном потоке, во всем, так сказать, он применяет весь свой креатив. Он там, говорит, креатив неоднозначен, но пока не видно, что Пригожину это нравится. Программная статья Пригожина. Во-первых, действительно, что спецоперацию Z надо прекратить, потому что нарастают риски поражения дальнейшего. И нужно фиксировать прибыль и выходить из этой истории. А кроме того, нужно, безусловно, зачистить либералов и западников, то самое глубинное государство, которое всегда стремится все равно сдать национальные интересы и достичь неких деликатных договоренностей с США и другими недружными странами. И поэтому он, Пригожин, должен играть совершенно иную роль уже на российской арене. В свое время, еще там полгода назад, мне показалось, что Багнер это может быть таким корпусом, аналогом корпуса стражей иранской революции в РФ. Ну, естественно, какая иранская революция, такой аналог. Да, почему бы и нет. Но вот как раз сосечки, сосечки нам два стража побеседовали. Обратите внимание, господа, послушайте их беседу. Очень впечатляет. Вот представьте себе, что эти ребята, те, кто в России, будут вас стражить. Извини, что я... Да, корпус стражей иранской революции является мощной бизнес-корпорацией. Почему бы Багнеру не ставить такой мощной бизнес-корпорацией, используя именно нынешнее влияние Пригожной в роли некоторых важных весьма для Владимира Путина проектов. Да, и Пригожный отформулирует все очень внятно, логично и внутренне непротиворечиво. Это не какое-то вот дежурное разливание воды, которое присуще большинству представителей путинского окружения. Нет, здесь все ясно. В программной статье все сказано русским по-белому. И шансы? Мне трудно их оценить. Безусловно, в этом направлении ситуация будет двигаться хотя бы уже потому, что, безусловно, репрессии будут... Маховик репрессий будет раскручиваться. Репрессии будут нарастать. И нарастание репрессий против всех и любых людей, которые хоть в чем-то не согласны со спецоперацией Z, а их немало, и в элитах, и в народе. А в этом хотя бы свидетельствует и вал доносов, и вал уголовных дел в отношении людей, кажется, совершенно Кремля не интересующих, но в каждом случае нужно создавать прецедент. И указывать, что где бы ты и кем бы там ни был, не надо критиковать спецоперацию Z, не надо ничего делать против нее, потому что это добром не кончится. Сама логика это ветер дует в паруса Евгения Викторовича Пригожина. Насколько ему удастся далеко доехать, на это волновейный вопрос, поскольку у него очень много врагов, безусловно, которые хотят ограничить его влияние. Эти враги тоже наделены своими ресурсами, в том числе ресурсов влияния на публичную политику номер один. Ну что ж, это была Юлия Латынина и Станислав Белковский и нас слушают 25 тысяч. Я прошу прощения, я не прощусь, если я об этом не вспомню в одной фразе, то в свое время я сформулировал проект Афро-Российской империи, построение альтернативного государства в Африке, где Владимир Владимирович Путин мог бы стать лидером там где-нибудь в тем объединении Центральной Африканской Республики еще с несколькими государствами. И в общем, если бы у Пригожина и Путина это получилось, мы были бы очень рады, потому что, в общем, как говорила унтер-офицерская вдова в ревизоре Николая Васильевича Гоголя, куда бы твоя милость его не запропастила, лишь бы от нас подальше. И на этой прекрасной ноте Юлия Латынина и Станислав Белковский прощаются с вами. Ты предложишь подписываться на свой канал? Да, я призываю подписываться на YouTube-канал Белковский, где недавно появился четвертый эпизод проекта «Время Белковского», а также каждый будний день выходит программа «Добрые ночи, малыши», которая пытается успокоить всех, всю русскоизучную аудиторию мира на ночь. Иногда это даже получается. Да, ты большой успокоитель. Вот тебя послушаешь, так прямо сразу совсем успокоишься, особенно про энергетические поля. А я в свою очередь первое, Стас, просто огромное спасибо. просто вдруг мы перебрали по времени и тебе надо скрываться сложно, спешно. А я просто уже попрошу Дашу на заставочку переходить. Да, еще раз. Всем спасибо, огромный привет. Спасибо всем, я свободен. Да, Дашу я прошу переходить к нашей заставочке, а наших слушателей напоминаю, что это была Юлия Латынина и Станислав Белковский. Не забывайте подписываться уже на наше Латынина ТВ. Приходите завтра слушать к нам Владимира Пустухова. Очень надеемся, я давно просила Владимира прийти и, соответственно, в 8 часов вечера по Киеву и по Москве будет Владимир Пустухов. Будем обсуждать массу всякого интересного. Слушайте, смотрите наши исторические видео про преследование христиан, про Вилли Менцерберга и многое другое. Смотрите других наших гостей и не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться ссылками на этот эфир. И если вы считаете, что мы того заслуживаем, если вы это еще не делали, если у вас есть возможность подписаться на наш Патреон, или послать по Пейпалу донат, потому что спасибо огромное всем, кто это делает. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok